Всем привет, мои хорошие. Я не очень хорошо выгляжу, но это как бы и не важно. Я сейчас просто перенервничала так на адреналинчике. Я рассказывала, там где-то Вероника у нас сидит, не хочет сниматься. Я рассказывала в прямом эфире о том, что нас кидают с мебелью. Кто смотрит меня, те знают, что фиг знает сколько времени назад. Нам должны были привезти мебель. Я уже жаловалась, что мебель не привозят. И тут в какой-то момент нам даже типа отказались деньги возвращать, то есть когда уже с ними разговор был серьезный. Все дела вел Илья, потому что он не запретил, сказал не вашего ума дело, женщина. Ну не так, конечно, но суть такая. Это очень по-мужски на самом деле. Но мне кажется, что вот эти в магазине люди, они поняли, что Илья такой добряк. И стали откровенно ездить на нем, да, кормить завтраками там, да, говорить. Да-да-да, Илюшенька там женщина у них есть. Илюшенька, Илюшенька. Что, зайка? Что такое? Мы сейчас выйдем. Вот папа увидит, что ты так по стеклушку пальчиками делаешь, будет очень ругаться. Сейчас я проконсультировалась с блогером Маргаритой Старбэйби, которая юрист. И юрист, похоже, очень прям неплохой, потому что она сходу мне разрулила ситуацию, что мне делать, куда бежать. Сразу нашла мне адреса организации по защите прав потребителей, то есть все как бы мгновенно разрулила. Вообще прям вот, вот прям братское сердце. Вот, они клятвенно пообещали, что сегодня к нам приедет сборщик, к нам приедет. Вообще вся эта мебель и все у нас сегодня будет уже стоять. Ну, он такой, сейчас типа я позвоню, что-то не берет трубку, ну, короче, это продавцом уже в магазине говорим, да? Сейчас позвоню, типа, ну, он вот так и говорит манерно. Сразу видно. Ладно, тут пип. Вот надо научиться запикивать, тогда я смогу себя не сдерживать. Так вот, я сажусь перед ним, королева, я же подготовила речь. Слово в слово, как мне Маргарита Старбеби сказала. Сажусь и говорю, ну что, пока у нас есть с вами время, я вам объясню, в какой ситуации вы оказались. И начинаю, не надо, Вероника, не надо. Если мебель сегодня не приезжает, завтра она мне не нужна уже. Ну, они просто постоянно кормят завтраками, то есть, когда... Вероника дверь открывает, закрывает. То есть, когда мы начали возмущаться, они нам каждый раз, все, завтра, кровь из носу, завтра приедет мебель. Когда мы им звоним на завтра, они опять говорят, ну, завтра прям точно. В итоге, говорю, завтра мне ваша мебель не нужна. Я в декрете, у меня времени полно. Я просто поеду в Организацию по защите прав потребителей, которая у нас находится на улице Октябрьской в Краснодаре. Это мне Рита сказала. Вот, говорю. И вопросы будем уже решать с вами совершенно по-другому. Я говорю, не юрист. Это не моя работа, я доверю профессионалам. А моя работа – блогинг. Я очень известный блогер. Прямо очень известный. Я говорю, вам такую рекламу сделаю, что с вами... Не, не так я сказала. Я говорю, вам такую рекламу сделаю, что ни одна собака гадить под дверями вашего магазина не станет, понимаете? С вами никто здесь в округе работать не будет. Напоминаю, да, я живу в пригороде, тут у нас как бы все друг друга знают, тут вообще не надо делать такие вещи, да, вот как бы надо работать хорошо, потому что делать рекламу – это как раз таки моя работа. Короче, я так по ходу говорила, хорошо, я такой, ладно, я предлагаю такой исход. Давайте, если сегодня, как вы считаете, мебели не будет, то завтра утром я перевожу деньги на карту супруга вашего. Я говорю, давайте, потому что до этого они отказывались там платить деньги. То есть, ну, понимаете, можно как бы заморочиться с вот этой неустойкой там всем, но мне не хочется этого делать. Это мое время и это мой энергетический ресурс. Честно, я лучше видосов вам больше наснимаю. Все козлы. Нет, я про себя, я хорошо говорила или нет? А, ты молодец. Меня Рита хорошо подготовила. Да, да, вы с Ритой молодцы. Вот, ну, еще, давай так, мы молодцы, если нам придет мебель. Вот. Понимаете, это мой ресурс энергетический. Мне совсем не хочется, ну, тратить время, ездить, вот это все. Можно, конечно. И если мебель не приедет, ну, наверное, там надо будет что-то, если, да, деньги не переведут. Но вообще мне бы, конечно, этого не хотелось. Ну, посмотрим, что будет, если приедет человек, который будет собирать мебель. Я обязательно сниму для вас кусочек. Я, как мама, не особо продвинутая. Я ничего не знаю. Оказывается, в Инстаграме есть вот такой вот хит. книга «Приключения козлика Чарли». Вот сейчас кто знает что-то об этой книге, мамочки, ставьте лайчинский. Маша заказала своему сыну такую вот такую замечательную книгу. Это очень интересно. Это необычно и это интересно. Значит, в чем фишка этой книжки? Смотрите, здесь, значит, текст и вот такие вот, допустим, вот шарики-жвачки. Если их потереть, они пахнут жвачкой. Суть в том, что вы вместе с ребенком листаете. Ребенок каждый раз разными пальчиками трогает листочки и пахнет по-разному. Вот трава пахнет очень натурально. Зеленый лук. Очень натурально пахнет. А вот это запах козла. То есть вот прям реально запах козла, чтобы вы понимали. И это неприятно. Но это так жизненно, это детей готовят к чему-то. Здесь дальше что идет? Сейчас покажу. Это мята. Да, мята. Вот это очень вкусно пахнет. Страничка. Ее даже тереть не надо. Она прям интенсивно пахнет. Здесь есть клубника. Яблоко. Яблоко так, на любителя. Мед. Я вообще не узнала мед. Это вот как просто цветение липы, например. Ну, какое-то вот цветение. Розы. Ну, пахнет такой парфюмерной розой, я бы сказала. Здесь пахнет еловым лесом. Очень вкусно, как в машине пахучка-елочка. Так, здесь лаванда. Лаванду, кстати, даже тереть не надо тоже. Очень вкусно пахнет. Здесь рассказывается история козлика, который искал аромат, который понравится его подружке. Вот. Но в итоге там все у них сложилось, насколько я понимаю. Здесь тоже, по-моему, запах козлика. Ну, можно я не буду его тереть. Вот. Вот такая необычная книжка. Напишите, что вы об этом думаете, как вы считаете, насколько это вообще интересно. А мы хоть вот в гости ходим, хоть узнаем, что, оказывается, это хит инстаграма, о котором мы не слышали даже. Давай, давай, жучок, жучок, ползи, ползи. Давай, давай, молодец. Вероника, ну кричи, ура. Не, ты не рада. Давай еще раз. Короткий тоннель. Давай еще раз. Залезай внутрь. Опа. А Федя смотрит видео, ему интересно. Вероника моя. Вероника твоя. Всем доброе утро, для кого оно действительно доброе. У меня очень плохо спала, у меня отнимается нога, и это все от нервов. Вам покажется, что это глупость, но нет, я очень нервничаю из-за этой дурацкой мебели. Даже не из-за мебели, да, что, ой, у меня нет детской кровати. Я нервничаю из-за того, что человек, который, да, этот ЭПшник, если, вот, точнее, уже можно о нем видео снимать, если честно. Короче, я хочу видео о нем снять. Он, во-первых, не верит, что я блогер. Это вчера было так понятно из переписки. Короче, я очень нервничаю из-за того, что ощущаю бессилие, что человек смотрит мне в глаза, да, я когда приходила что-то в магазин ругаться, он мне, глядя в глаза, говорил, все, давайте, если сегодня мебели нет, завтра я перевожу вам деньги. Все, то есть все. Я думала, о, какая я крутая, разрулила вопрос. Ага, фиг там. И вот, какая-то собачонка за нами увязалась, у нас даже нечем ее покормить. Ладно. И я думала, что ситуация как-то разрешится, она никак не разрешается. И если не поленюсь, сделаю скрины, попрошу литочные скрины, переписки. Мы переписывались, где-то с Ильей вместе придумывали, что ему написать, этому нехорошему человеку. Где-то мы придумывали, где-то Илья отвечал, где-то я. Последнее сообщение написала я, потому что Илья уже благополучно спал, Илья просыпается в 4 утра, встает на работу. И даже вот сегодня, суббота выходной, Илья работает. И вчера мы уже сказали ему деньги. Я ему уже давно говорила, что мебель уже ваша, нас не интересует. До свидания. Уже все, вы проштрафились. Дайте я выполню свои обязательства, в понедельник я привезу вам мебель сам. И деньги он не переводит. И последнее такое сообщение было с вами бесполезно. Вести дискуссию. Какая, блин, дискуссия? Деньги верни. С тобой уже никто не дискутирует. Короче, так меня это все бесит. И вот сегодня суббота, в понедельник он грозится привезти мебель. Мне нравится эта мебель. Я же ее выбирала сама. Меня бесит сама постановка вопроса. Меня бесит, что он решает, как нам поступить. Он говорит, пойдите нам навстречу. Ребята, мы ждали мебель две недели. И с ожиданием двухнедельным нам ее должны были привезти 10 апреля. Апрель. То есть вы понимаете, как давно мы с этого времени идем навстречу. То есть, ну короче, мне так обидно. Все это происходит. И я понимаю, что мне, скорее всего, придется ехать действительно в Организацию по защите прав потребителей. Мне придется судиться. Вот. Ну короче. Блин, так это все неприятно. И серьезно. Я вот лежала сегодня полночи, переживала по этому поводу. Я понимаю, что я вас утомила. Просто честно, я второй раз в жизни сталкиваюсь с такой ситуацией. Первый раз у меня было, когда фотографии на выпускной мы наняли фотографа за символические деньги. Но как бы сам пошел на такие условия. И мы не получили ни одной фотографии. Я думаю, что человек либо снимал с разряженным аккумулятором, либо у него не было карты памяти в телефоне. Я не знаю. Но он снимал, полдня с нами ходил. И в итоге у нас ни одной фотографии нет с выпускного. Вот я тогда чувствовала себя беспомощной. И сейчас я себя чувствую беспомощной. Я говорю, что что ты переживаешь? Ну в любом случае, в понедельник. Либо поедем кляузу писать. Хотя это не кляуза. Это реальная претензия, объективная. Я почему-то говорю, девочки, ну мы же с вами, любая из нас может в этой ситуации оказаться. Конечно, у меня особый талант, видимо, искать. Понимаете, это даже в другом населенном пункте. Я случайно зашла в другом населенном пункте, ходила по торговому центру. И зашла, увидела этот магазин. И мне так понравилась эта мебель. И стоила на копейки. И я такая, ааа, как клево. Понимаете? Короче, сейчас смотрю, как эта ситуация разворачивается. Если что, ждите во влоге. Я вам назову этого ИПшника. Все про него расскажу, где он находится. Чтобы, не дай бог, никто не повелся. И более того, я каждой мамочке на площадке, хочет она или нет, расскажу об этом человеке. Чтобы никто у них не заказывал детские. Да и вообще ничего не заказывал. Ну что, мою сегодняшнюю грусть-тоску немножечко развеял курьер, который привез мне очередной, ну, получается, второй заказ с сайта vim.ru. В заказе две сумки. И ни одна из них не для меня. Одна для Илюши, другая для мамы. И, собственно, интересное такое колечко для селфи. Все пришло хорошо упаковано, никаких претензий там, коробки. Ну, короче, нормально все было, у меня претензий нет. В такой коробочке было кольцо. Я его уже, разумеется, извлекла. Вот здесь, как такой отражатель, я не хочу к вам его, видите, бликует сразу, поворачивать. Я его заряжала, хотя, в принципе, оно приехало, но уже было рабочее само по себе. Но здесь есть USB кабель, то есть кабель зарядки. Есть всего лишь одна кнопочка включения, которая делает три режима, да, то есть нажатием. Сейчас, видите, включился первый режим. Я не знаю, что-то поменялось, учитывая мое, не знаю, как показать. Режима даже четыре я сейчас насчитала. То есть, смотрите, первый, вот я не знаю, как продемонстрировать. Второй, третий, четвертый. А давайте, знаете, как сделаем? Смотрите, сейчас. Опа, вот так мы с вами без освещения выглядим. Смотрите. Первый режим, второй, третий, четвертый. Вот так вот получается, вот так оно светит. То есть, прищепка. Я предлагаю нам с вами сделать селфи. Я сделаю селфи с этой штукой и без. И вставлю вам фотографию. Гляньте, как сильно светит прямо у гугошки. Я не ожидала. Красная вещь для селфи. Собираюсь теперь делать больше фотографий. Я не очень понимаю, как вот этот отражатель работает. То есть, он, видите, он крутится, да. То есть, что он мне дает, куда он перенаправляет свет, я пока не изучила этот вопрос. Я знаю, что есть кольца, которые такие прищепкой прям надеваются на как бы саму камеру. Но я выбрала такую, потому что я хотела, чтобы в этом заказе было хоть что-то и для меня. Чтобы все было по-честному. Для Илюши мы заказали дорогущую сумку. Точнее, как я ее выбрала, а Илья просто сказал одобрям. Это большая мужская сумка. Я не удаляла пока всякие липучки, ну, чтобы вам показать. Да и вообще, пускай Илья тоже кайфанет. Илья в командировке приедет, а ему такой презент. Значит, вот такая вот сумка. Я, может быть, ставлю фото ее. Такая есть в коричневом и в черном цвете. На момент заказа она на сайте стоила 3000 рублей. И было написано, что это кожа. Не знаю, на ощупь я даже готова в это поверить. Потому что она прям вот крутая и от нее идет специфический запах. Не запах, как знаете, в салонах, когда продают всякую дермантиновую фигну. Там есть ароматизаторы с ароматом кожи. Чтобы вы ходили, пахнет кожей, наверное, здесь все такое хорошее. А другой запах, вот прям такой настоящей, аутентичной кожи. Классно. Значит, давайте начнем сзади смотреть. Слушайте, а что это за марка? Сейчас. Мы уже знаем, что вот это вот Бао Бей Бей, да, с медвежонком хорошая марка. А вот что вот это? Вот смотрите, здесь кусочек, ну, демонстрирующий, что это кожа, я так понимаю. Бостантен. Ну, вот так. Сзади мы имеем один большой карман. Кстати, очень приличная подкладка. Не вот такая шелестящая, противная, как дождевик детский, а такая хорошая, мягкая, и она плотная. И сама сумка какая-то дебелая, что ли, вот знаете, она такая прям серьезная. Что мы имеем внутри? Вот это вот волшебный какой-то карман, я не знаю, для чего он, то есть он здесь на липучках. Я так понимаю, что это для ноутбука, наверное, чтобы в случае чего он не выезжал, не вываливался. Может, для документов. Так же, вот здесь есть карманчики, здесь есть для ручек такие вот штуки, есть карман на молнии. Все работает, все приличное. Ну, разумеется, никакого нету запаха постороннего. И вот это вот бостанин написано еще вот тут внутри. И на подкладке вот, ну, как бы тоже пропечатано. Я так понимаю, что это тоже какой-то бренд их местный. Значит, был ремешок, ремешок текстильный с кожаными вставками. То есть я думаю, что Илья будет в восторге. Вот откровенно говоря, я думаю, что он очень обрадуется. А я очень люблю радовать своих любимых людей. По-моему, очень неплохо. И качество меня порадовало. Потому что, согласитесь, все-таки, ну, как бы мы привыкли все такое дешевенькое, да, заказывать. А тут вроде такая, как бы, недешевая штука. И фиг его знает, что придет. Но нет, хорошая сумка, дно такое солидное, ну, такое широкое. То есть туда реально много можно вещей положить. Я думаю, что Илья будет возить в ней документы и свой ноутбук. У него ноутбук тоненький. И, кстати, все пришло, вот обе сумки пришли в таких вот пыльниках. Я вот ее туда же и сложу. Подальше от ребенка с красками и пластилином, от кошки с коготочками. То есть вот так вот и сумочка будет ждать Илью. Вторая сумка тоже вот в таком была пыльнике. И эта марка Ду-Ду, как я понимаю, это сумочка для моей мамы. У меня эта сумка настолько с мамой ассоциируется. Вот моя мама такая есть. Вот она такая маленькая, аккуратненькая, кругленькая, изящненькая. Такая вот, ну, вот это моя мама прям. А сумка, ну, не так она у вас классно выглядит, конечно. В жизни она великолепная. Вот она такая милейшая. И сумка, ну, она на самом деле маленькая. Вот сейчас вам на камеру, я просто близко ее держу в кадре. Вот смотрите, с моей головой, да, в сравнении. Она небольшая, но она очень вместительная. Сейчас я вам, конечно, покажу все внутренности. У меня у мамы новый жакет. Он молочного цвета. И сумки у мамы летние, они все белые. И когда я увидела вот ту мою кругленькую сумочку, помните, тоже с ВАЭМ, она на нее покушалась. И вот теперь у мамы своя такая молочная сумка. Знаете, как некрасиво смотрится, когда, допустим, молочный такой вот бежеватый немножко жакет, и у вас белая, чисто белая сумка. Кажется, что жакет грязный. То есть нет. Тогда такого яркого белого цвета быть не должно. Это сумка приятного цвета. Здесь есть короткая ручка. Эти молнии, которые вы видите здесь в изобилии, они чисто декоративную функцию как бы имеют. Они ничего не увеличивают сумку в объеме, ничего. Сзади наружный карманчик, в котором можно хранить мелочь на проезд. Вот, собственно, название марки. Дуду. То есть мне нравится, когда, во-первых, вот такой клапан есть, и еще здесь молния. Это здорово. Это здорово. Я это оценила, когда у меня была похожая сумка. Так, открыли молнию, смотрим. Посмотрите, какая она огромная внутри. То есть она прям внутри очень вместительная. Был тоже длинный ремешок. Я думаю, он у мамы будет использоваться, потому что мама любит все-таки накидывать на плечо. Смотрите, как много места. То есть она прям огромная. Здесь есть вот такой как бы карманчик, как отдельное отделение. И здесь есть молния. Ну, вот она. Вы понимаете, короче, очень тяжело показать. И вот здесь есть потайной карманчик на молнии. С этой же стороны один большой карман для телефона. Не как обычно, два маленьких, в которых ничего не помещается. Даже мой огромный телефон сюда поместится. То есть вообще идеально. Они не стали делить на два маленьких карманчика. Сделали один большой. Тем самым дали нам простор для творчества, что ли. Для того, чтобы решить, как это хранить. Здесь впереди небольшая такая вот, не знаю, штучка с надписью Дуду. Здесь под рептилию какую-то. Ну и вообще все это вот так выглядит. Это не кожа. Или может быть на сайте было написано ПУ кожа. Когда пишут ПУ кожа, это не кожа. Это полиуретановая кожа. То есть что это такое? Это полиуретан, который обрабатывают особым образом, чтобы он был похож на кожу. Конечно, да, это более там дышащая, более приятная поверхность. Но это не кожа, да, чтобы вы понимали. А так, кстати, классно. Сумка хорошая. Пойдемте подарим. Вручим. Мама еще не видела. Сейчас. Мама у меня в гостях сидит с ребенком. А вы что думали? Я вот так сижу тут, вольготно вам рассказываю. Так. Вот косяк, что у пыльника нет ручек. Сейчас будем нести как в мешке. Ладно. Сейчас я вас отсоединяю. Пойдемте. Оп. Все. Пойдемте, пойдемте. Мама. Мама, у меня презент для тебя. Да? Держи. А у нас для тебя. А что это? А что у вас для меня? Нам нужна синенькая колясочка маленькая. Я давно не катала колясочек. Мы вот тут вот. Как тебе сумка? Мне очень нравится. Это под твой молочный жакет. Спасибо. Ух ты. Можно посмотреть? Конечно. Ребята, любите своих мам. Спасибо.